Все давайте попердим немножечко, попердим ребята, сыграем, а все потому что, сыграем на это, горфошки, гра, как, говножки, говножки, горофошки, короче, Игорь Вихайрков, кто он такой, коричневый змей папича, про него видео на 12 минуток, сейчас посмотрим, от телеканала ребята, кекис, а если что, лайки сразу разгружаем, кто смотрит записи, колокольчики нажимаем, папа там пошла выпяливать глазом, прям в этот, в свет, она подошла вот так прям, Посмотрела в него, все, пропердимся, чат, поехали, погнали, да, привет, самурай, здорово, самурай, привет, самим повествованием, героем моего сегодняшнего ролика, я хотел бы спросить у вас, а вы усвоили домашнее, конечно, слушаем, погнали, определить, Вадим такое пропускает, нет, не пропускает, Ну ладно Лейбой, филантроп, и это все, конечно же, не о нем, Игорь Вихайрков, светлоликий, основатель, она же ООСД, о которой мы поговорим чуть позже, также он неплохой певец, каверы которого даже на спотифайе и других площадках кто-то слушает на полном серьезе Да ладно То есть это можно на спотифай залить, под именем аминус? Камеры, каверы, каверы А, каверы типа это считается, и на спотифай можно залить и зарабатывать? Не знаю Надо тоже заняться, я могу такие текста писать, я просто думал, они не нужны миру Это я так буду в 50 лет вот такой дичью заниматься, отвечаю Да-да, нормально Такие песни, как Шляпа, Сатаны или Кобылья, Чешуя, входят в мой личный топ песен, с которыми я бы певцов на Евровидение отправлял В общем, как я... Бензин лейте, да бензин на всех площадках, ребят, вообще-то есть Бензин есть, да, на спотифай Да-да, я с него не знаю, может даже что-то заработало, я не могу в аккаунт зайти Говорил в своем предыдущем ролике Талантливый человек, талантлив во всем Согласен Я же в нем узнал, какие большинство зумеров из одной китайской платформы Было то же время, что каждый второй ролик мне попадался там Я давно его знал, давным-давно Но не помню, с чего началось мое знакомство с этим великим пердуном Именно с Вихарьковым Так как за короткий срок у него появилась куча фанатов и перезаливщиков Еще с ним клепают разные смешнявки А мемы с ним, наверное, кидают каждому стримеру Если продержусь минуту, я не добавляю 5000 на стрим Владерона Если не продержусь, то добавляю Думаю, все честно Светлалики проживает в Казахстане, город Далматы Родился же 29 декабря Но вот год рождения окутан тайной Так как нигде точно не указано, сколько ему лет Лишь можно предположить, что ему примерно плюс-минус 40 лет И даже для такого возраста Ну не минус точно, 40 плюс Да, 40 плюс, мне кажется, ему 50 Да-да Его физическая форма прям мое почтение Скорее всего, это из-за того, что он правильно питается и занимается упражнениями Да и он продвигает, в общем, как вы поняли Ну питается он точно мощно Можно услышать, как он питается Мне кажется, в соседней стране слышно, как он питается Его образ жизни Хотя и есть вырезка с одного из его стримов В которой он говорил, что у него были проблемы с запрещенными веществами в свое время Как бы тяжелые нахерки ворвались в мою жизнь А где рано я повзрослел Так меня это захлестнуло Так меня это захлестнуло И потом я вот так на людей смотрел Думал, боже мой Вот мне, чтобы сидеть такими, как они Вот сейчас они на работу А я помню в своей квартире еще сижу Я только в окошко смотрю Они все на работу идут А я вот как бы только вот Как бы употребил В общем, был ли это муфл или нет, судите сами Кстати, знал я одного такого спортсмена в 40 лет Который также продвигал здоровый образ жизни Но благодаря бухлу он быстро сдулся Надеюсь, Вихарьковым такого не будет Хотя, если не воспринимать его некоторые слова как пост Вихарьков, наверное, это что-то типа Глада Валакаса Чел, который с образа никогда не выходит Думаешь? Ну мне кажется так Да мне кажется, он так откровенно рассказывал про тяжелые наркотики сейчас Да Я прям поверила про него Сейчас узнаем, наверное В троне, то можно задуматься о темном прошлом Светлоликова Но вернемся к началу-началу, как говорится Популярным он стал, как я считаю О неожиданность из-за зумеров и того же тиктока И вы сами можете проверить, перейдя на последний И просто пролистав немного ленту вниз Если вы такой же балдуй, как и я То вам точно хотя бы раз попадется мимо с Вихарьковым А в инстаграме Да Ах, да Как же вы посмотрите, это уже все там заблокировано в РФ За 25 секунд Да и скорее всего этот ролик некоторые из вас смотрят на Ютубе Используя различные костыли Так как РКН совсем разбушевались и начали блокироваться на право и налево А обычного прокуренного деда Хотя Я не понял, ты сейчас вообще чё рот открыл? Уберите, дурочка Да, вы все правильно поняли Оказывается, формула, чтобы залететь по просмотрам, достаточно проста Да и я не первый, кто заметил Так называемое сходство Светлоликова и Валакаса Чё ему написано на кепке? Балу-ло-ко-жи-свою Чё тут тяжёлое там Переведите по-братски И я не первый, кто заметил так называемое сходство Светлоликова и Валакаса Только Дениска выдавливает из себя голос Прикидываясь дедом, которому всегда 54 года А вот Вихарьков реально по внешнему виду является не совсем молодым человеком Да ещё и спортивным Да шо там говорить Даже Карина Шпек захотела, чтобы кто-нибудь закинул бабок и поздравил её с помощью Солнцеликова Шпек, давай начнём всё сначала Я заплачу за тебя в Бургер Кинге, окей Вначале па... А потом заведём стрим, будем донаты с карликов собирать Поэтому если у кого-нибудь из вас есть такие же внешние данные То вы довольно успешно сможете подняться, как и он в медиа-карьере Вообще после просмотра контента, который делает Вихарьков, помимо его пердежа Он записывает дельные жизненные гайды, которые вам, наверное, мало кто расскажет Ну-ка, ну-ка Может быть я сейчас первый раз в жизни что-то дельное от него услышал Я первый раз тоже услышал, я кроме пердежа ничего не слышала Я слышал, что только песни пердёшь, да Погнали! Объясняю, как правильно измерять член Так, ну-ка А, вот это гайды Где дыра жопная начинается Так, так И тянешь сюда вот, где ты отметишь Так Ну там, думаю, это ерунда всё-таки Как тебе кажется? Почему от жопы начиная прям в немерить? Да, да, ещё даже систик прям Это что-то пиздец Что-то, по-моему, ерунда Ну где точка, где вот это кончалось Мне кажется, надо собраться ему, Выживалова Зачем? Ну они вот выдумщики Тот валяется в лесу с медведями вымышленными дерётся Этот вот тоже чё-то, видимо, подобное делает Семьдесят один сантимет Многие, в том числе и я Задавались вопросом Как у Вихарькова получается, скажем так, выдавливать из себя разные приколы? Сам же он объяснял это в своём видео Где я наваливал кучу разного хрючева И аргументировал это тем, что благодаря подобным смесям У него получается выпускать из себя коричневых и воздушных змеев Странно, правда, что ему хватает и на видосы записывать И с днём рождения пару раз кого-то поздравить Но, как говорится, всё банально и просто Как пишут некоторые пользователи Скорее всего, Игорь пользуется таким приспособлением, как клизма Вдавливая в свою кишку воздух А потом уже выпуская его на видео через некоторое время Жесть, он придумал творчество Вообще, ёбаный свет Страшный мужик Если это реально так, это пиздос Страшновато, чё-то как там Это можно так назвать Взывает разные эмоции От жёсткого кринжа до веселья и недоумения Но понятное дело, что со временем нашлись и так называемые хейтеры Которые, скорее всего, закидывают жалобами Светлоликова Вследствие чего на его ТикТок и Инстаграм-аккаунт Обратила внимание модерация данных площадок Он, возможно, ещё репетирует У него же бывают странные пердежи там всякие Которые он конкретно говорит, что сейчас будет И оно и происходит Он, скорее всего, репетирует, шарит После чего его аккаунты были выпилены Но благо есть Ютуб и Телеграм Которые более лояльны в некоторых вопросах по контенту Отдельно стоит упомянуть его серию видеороликов, как он ходит в туалет В Ютубе, кстати, все много всяких приколов И потный дед Который пот собирает И фейп потом заправляет Их насчитывается на данный момент 157 штук Ребята, нагло бандарит 12 атмосфер Коричневый змей сидит в жопе моей Еще Вихарьков является лидером движения ОПСД ОПС приподни за это уже смотря Если коротко, то это альтернатива ЛГБТ В него могут вступить те, кто ни разу не месил глину И, что самое важное, не полировал пилотку Также ранее можно было всего за каких-то 10к рублей получить пас Ура, пердун, я как раз съем Приятного тебе пердежа Вот этого движения Сейчас в связи с хайпом Игорь мог принять цены Ну и я к нему зашел недавно на стрим И там у него минималка доната стояла аж 800 рублей Было ли так всегда или это только когда я решил зайти Сколько? 800 рублей. Минималка на донат? Да. Как папич, папич. На стримах отпишите в коммент. Помимо ООСД существует и альтернатива, так называемая ТриплК. Если коротко, то в нее входят любители поместить глину, хунемены и модераторы ТикТока. Видимо, Светлолик не так ненавидит их, что решил поместить их в нижнюю касту. В общем, всем таким людям дорога только в коричневую страну. Коими является канализация, куда сбрасывает своих коричневых змеев Игорь. Ах да, некий жмыль. Являлся фанатом Светлоликова до недавнего времени и записывал подобные ему ролики только в шуточной манере. Но в связи с недавними событиями, тот разочаровался в Вихарькове. Спросите почему? Все потому, что тот поучаствовал в рекламе той же конторы, лицом которой с недавнего времени стал папич. И претензии жмеля довольно обоснованы, так как буквально незадолго до этого сам Вихарьков постил у себя в ТГ, что он не будет рекламировать подобные конторки. Мне почему-то кажется, блюр и скрывание этой конторки вызывает больше интереса, если кто-то не шарит, друг, что за конторка? Уже даже они прям под своим названием выпустили озвучку уже. Да, у них озвучка своя. Они пытаются рынок озвучки еще захватить теперь. Он основал. Скриншот у вас на экране, так что сами можете стопнуть и почитать. Кстати, ему писала та же контора, которую он с папичем рекламил в итоге. Жмель был крайне недавно. Да-да, надо уже давно признать, что мы проиграли войну с казино и всем говном. Да, они захватили мир. Да, рекламировать не стоит, но уже пора признать, не блюрить, не цензурить. Это уже просто везде, на каждом углу. У каждого блогера практически, у каждого стримера. Все это везде. Все. Уже школота вся в это говно играет. Уже просто это везде. Пора признать и рекламировать. Пора признать, ребят, и рекламировать. Мы проиграли эту войну. Осталось примкнуть. Полин этим фактом. Называя Вихарькова коричневый ликим. И призвал всех кикнуть. Вот раньше на ютубе, а? Кто-то пиарит казино. Бух, дизлайков 98%. Сразу. Иди нахуй. Отписок тысячи. Бах, 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 бах. Все, канал умер. Во времена были. Да, раньше было лучше. Основатель из его движения. И покупать паспорта теперь не у Светлоликова, а у него. Не это ли является примером, что у всех людей есть цена? Скорее всего, ему просто предложили вначале пререкламить эту контора в одном из своих роликов. И как говорит сам Вихарьков, через некоторое время ему написал какой-то фанат. И сказал, что у Папича день рождения. 29 числа они хотят пригласить его в качестве ведущего для ведения конкурса. Поздравление Папича и подарить Витальке паспорт ООСД. Сам же день рождения не являлся им вовсе. Так как фанаты величайшего знают, что ДР у него в ноябре. Дефолтному зрителю будет не сильно интересно смотреть, как Виталия в соло будет выбирать девушек. И распределять их по топам. По итогу, просмотря весь этот конкурс красоты Папича, можно сказать, что все вытянул именно Вихарьков. Так как было видно, что все находящиеся там, включая, наверное, и съемочную группу, чувствовали себя неловко из-за некоторых вакедонов Санцели. Что? Мне показалось, что все зависло. Нет, все хорошо у нас. Это видео такое? Ребята! Мне выпуск зашел. Было забавно наблюдать, как очередные топтянки модельной внешности стояли и терпели за штуку баксов, каких поливали помоями. Под этим я подразумеваю высказывания Витальки в их сторону. Да, два грязных каких-то фрика. Мужика, да. Уфа. Потмах. Есть тату, макияж, маленькие тички. Один какой-то крестьянин, который вот-вот чуму подхватил бледный стоит. А другой какой-то шут пердун. Кинетика. Ну и как обычно ему все не понравилось. Стоит отметить, что вся эта затея вообще не имела смысла. Так как только незнакомый с историей Папича человек знает, что ему нравятся не совсем совершеннолетние девушки. И главное, чтобы до него у них никого не было. А вообще организаторы конторки молодцы. Наняли 16 тянок, операторов, студию. И это все лишь для того, чтобы Папич прослушал песню Вихарькова, которую ему скидывали донатом и он не смог ее скипнуть. А в конце игра на гофе для унитаза светлоликим гармонично закончила весь этот бред, что происходило на экране. В общем, 9 из 10. Я снял баллы лишь за то, что в кадре были женщины. Насчет того, знал ли он, что рекламит казиноч, ну тут два варианта. Либо он настолько дурак, что не понимал, что его позвали по факту рекламить. А что, почему он против казино был? Ну да, да, да. Он сказал, что не будет рекламировать. Ну по крайней мере так говорит автор ролика. Не, ну тут тоже сложно. А если ты стал очень популярным и, например, тебя позвали со ведущим, ведущим или в чем-то там поучаствовать, например, на какую-то киберспортивную штуку. А там везде всякие фонки, бетки. Все везде висит, что теперь делать? Ты как придешь, в любом случае прорекламируешь. По факту рекламить курс, а не поздравлять папича. Либо он прекрасно все понимает и ему предложили такие деньги, от которых он уже не смог отказаться. И придумал всю эту историю с другом папича и просто поздравлениями и проведением конкурса. Ну кто я такой, чтобы осуждать его за это? Он любит животных, которые также фигурируют в его видео. Да, у него фрик-контент, но по сравнению с остальными подобными контент-мейкерами, он хотя бы хоть что-то хорошее продвигает в массу. Такой добрый видос про него. Да, да, хороший. Такой вообще. Только, блядь, как-то все время мне подташнивает. Почему? Ну он пердун вонючий, мне кажется он воняет. А именно мужик под видом рофла продвигает действительно важные ценности. Как я понял, у него сейчас всегда голова, и сейчас у него есть дождь, фотки с которой у него на той же страничке в контуктике есть. А хорошая форма в немалом возрасте дает стимул, что не все в плюс 40 лет до... Ну я его уже как огромную какашку вижу все время. Да он и есть говно. Находить с пинным пузом. А то, что он поучаствовал, рекламируя конторку вместе с папичем, я не вижу в этом ничего плохого. Он залутал себе еще больше аудитории, еще больше донатов. И самое главное, о его движении как ООСД начать узнавать подробнее, даже в верхних интернетах. Тем самым продвигая массу это движение для натуралов. Посмотрим, что будет дальше, я же желаю маэстро все больше... Типа круто или что, я не понял? Ну типа да. А что он вообще, он типа за натуралов? За натуралов и за те, кто не лизал пизду. И автор канала говорит, это хорошо, да? Угу. И без рофла он это говорит. Куда я попал вообще? Что происходит здесь? Больше развивать свой контент. И может быть в будущем, как тот же Валака, стримы подрубать и в игры играть. Ну да, еще больше донатов с хомяков. Кстати, переходите в мой телеграм. У меня есть там мемасы с Вихарьковым и стикеры с ним. То есть рофляну Вихарьковую хрень он воспринял всерьез и очень гордится этим. Крутой автор ролика. Хочу извиниться, если я кого-то обидел этим роликом. Так как я хотел обидеть не только вас, а всех сразу. Вот так вот. Хорошее, хорошее видео про человека-говнецо. Ну что, ну Вихарьков, да, ну пердит. Ну, я просто скептично отношусь к всем, кто пердит. У меня сразу пренебрежение. Ну, я понимаю, что все пердят, но кто открыто... А мне нравится Вихарьков такой забавный дядя. Я против пердежа в таких количествах. Против показательного пердежа. Мне не нравится, мне не смешно. Если человек пердит, типа, знаете, рофу. Пердит. Типа вообще как пердану или рыгает в рофу. У меня вот так, вот так сразу у меня. Я прям представляю, как у него кусочки, блядь, всякой хуйни вылетают там, блядь. Как от него воняет. Вот у меня сразу вот это представляется все. Поэтому я такое не делаю. И не смеюсь такого, ребят. Ну, если шраг делает еще, ладно. Ты святой, Артем. Да, только Шрек упрощаю это. Хуманам запрещено.